Ральф Ричардсон Ферди Мейн, Ли Монтегю и другие. Композитор Марк Уилкинсон Продюсеры Миллард Лэмпел и Альберт Шварц. Сценарий Милларда Лэмпела. Режиссер Филдер Кук. 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 Девушки отдыхают... Не украшенного их изображением. Начиная с посуды и кончая... Кончая резной мебелью. Даже на спинках кресел. Садитесь и натыкаетесь на птичку. Я и сам солдат. 16 лет отслужил рядовым в пехоте. Пушечное мясо? Я был с ним с самого начала. Всю Италию пешком прошли. Без пушек, без кавалерии. У нас тогда не было ничего. А Сардинию мы взяли за 11 дней. Он словно маг. Вот почему все эти царей, королей и премьер-министры так боялись его. Зато теперь ему конец. Вы так считаете? К чему все это, Джон? Здесь у нас не будет двора. Мы вполне можем жить как крестьяне. Глеб, сыр, вино. Трудная и честная жизнь. Моя жизнь была такой до первой кампании. Прошу прощения. Доктор, вон. Мой верный генерал и граф Бертранш. Солдат и дипломат. Я покорен вашим умом. Если вы любите жизнь, господа, если вы цените свободное дыхание, ощущение, вкус яблока, запах женщины, вам лучше воспользоваться своими способностями. Я вам раскрою свой замысел. Раз сюда пристают корабли убежать, будет не очень трудно. Однако без помощи нам не обойтись. Откуда вы надеетесь получить ее? Папа Римский считал меня отвратительным. Он всячески досаждал меня. Император австрийский называл меня корсиканским грабителем и дал мне в невесты свою дочь. Использовать друзей может любой. Соль в том, чтобы использовать врагов. Неужели у меня такой больной вид? С виду вы здоровы. Я не верю врачам. Все они дураки. Не сомневаюсь, не учил лжицы. Возможно, Гриди. Гриди бульварная потаскушка. Несомненно. Я пока не лишился рассудка, чтобы довериться доктору. К тому же, если он англичанин. Я ирландец. Какова в сущности разница? Мы прирожденные бунтари. Великолепно, я тоже. Более того, я не обычный ирландец. Это страна романтиков. Тогда как вы, живу реальностью простой и ясной. Вы ничего не знаете о реальности. Она редко ясна и никогда не бывает простой. Вы слишком молоды. Если бы я выбирал врача, я бы выбрал молодого. Он еще не успел стать продажным. У вас чистая душа. Я дитя продажного общества. Следовательно, я продажен. Однако, мне по душе перемены. Где вы учились? В Итани и Кембридже. Хотя вы не англичанин. Мой отец польстился на правительственный контракт и титул. Он живет в Англии. Вы его не одобряете? Не очень. Зато он доволен. К 20 годам любой может сам о себе позаботиться. Разве не это учили на флоте? Еще одно. В обязанности вашего врача входит ежедневный отчет о том, что вы говорили. Это мера предосторожности. Я согласился соблюдать этот приказ при условии, что поставлю вас в известность. Я не шпион. А я ничего не имею против шпионов. КОНЕЦ ПЕРЦА ПЕРЦА Не белого болван. Красного. ПЕРЦА Помешай. Отлично, как раз к трапезе Дай еще бокал И еще прибор Значит, вам передали, что я желаю вас видеть Не считайте это приказом? Это приглашение Я знаком со многими из ваших родственников Вы не против чеснока? Я его люблю Молодец Как ваш прославленный пациент? На вид здоров Я еще не осматривал его Число знатных особ, интересующихся его самочувствием Повергло бы вас в изумление Люди повсюду склонны к упрощению Даже в Англии Даже несколько паров Англии Неужели и вы почитаете его? Я не считаю его героем Он любит завоевания Взгляните, какая прелесть Только что из воды Я готовлю соус из белого вина Это моя специальность Мы служили с вашим дядей Чарльзом Неужели? Да Нас вместе произвели в капитаны Однако я так и остался полковником А он генерал-майор И сидит в военном министерстве В Лондоне Вот что бывает Когда у тебя есть связи Узнав, что вы направляетесь сюда Он написал мне Чтобы поведать о моих бесчинствах Он пишет, что у вас были некоторые неприятности В медицинском колледже И что вы не сможете оценить Мой пирог с почками К сожалению, на этом острове Не водятся свиньи Что за неприятности? Небольшая сходка против канцлера Меня обвинили в том, что я возглавил гражданские беспорядки Мой отец использовал свои связи Мне предоставили выбор Между тюрьмой и службой на флоте В юности я и сам был не промах Однажды я отсутствовал на военной службе 16 дней Без оправдательных документов Я был попросту пьян За такое полагается военный трибунал Я, знаете ли, тоже ирландец Родом из Гоуэя Ну чего? Уставился? Вы будете проводить с нашим гостем много времени Мне бы хотелось, чтобы вы делились со мной своими наблюдениями Впечатлениями, так сказать Почему бы вам не побеседовать с ним лично? Я имел в виду нечто неформальное Почему бы вам не войти в доверие к одному из его приближенных? Войдите в доверие к тому, кто сможет быть нам полезен Например, к его лакею Я уверен, что это верный слуга, ставший подобием своего господина Каков господин таков и слуга? А вы проницательны Я буду бесконечно вам признателен Давайте приступим Это необыкновенно вкусно Ты слишком нетерпелив Ты слишком нетерпелив Долгие годы здесь не было ничего Одни развалины Комендант приложил много усилий, чтобы закончить крепость Зачем? Чтобы разместить здесь гарнизон Вас сторожить Долгие годы здесь нетерпелив Все европейские правительства довольны, что вы здесь Все они твердят коменданту, что боятся вашего побега Они боятся вас больше смерти Ты говорил с капитаном? Да И что? Он возьмет нас Когда? В следующий рейс Условие? Не скупиться Как дела во Франции? В Марселе и Леоне народ бунтует По улицам маршируют толпы с вашим именем на устах А что говорит Париж? Что вы живете здесь как султан Миллион франков с золотом и три наложницы Высадимся в Марселе Пора спать Высадимся в Марселе На войне был? Да, сэр Где? В Египте При Ватерлоу На Корсике Был ранен? Да, сэр Сколько раз? Три, сэр Как кормят в английской армии? Хорошо Скажи правду Честно говоря, дерьмово, сэр Честно говоря, дерьмово, сэр Честно говоря, дерьмово, сэр КОНЕЦ КОНЕЦ Кто ты? Бетси. Что ты делаешь здесь? Я спросил тебя. На лимонном дереве птичье гнездо. Я хотела взглянуть. В такой час? Я всегда хожу в сад, когда не могу уснуть. Это же наш сад. Папа сказал, что комендант снял его для вас. И мне сюда нельзя. Так зачем ты ходишь? Я любопытная. Иди сюда. Иди сюда. Сюда. Столица Франции? Париж. Италия. Рим. Россия. Петербург. Формально Москва. Кто сжег Москву? Не знаю. Никогда, никогда не лги мне. Ты знаешь, Москву сжег я. Русские сами ее сожгли, чтобы избавиться от французов. Возьми конфету. Сплетничать любишь? Ты знаешь графа Бертрана? Седого господина. Он носит корсет. Моя мать встречается в лесу с одним негром и всегда дает ему шиллинг. Однажды она уже приготовила шиллинг, а я его украла. Мне нравятся брать вещи. Очень нравятся. Ты здесь родилась? Я никогда не слышал об этом острове. Мне нужна карта. К сожалению, у меня ее нет. Карта есть у отца. Я стащу ее. Спасибо. Я слышала, как вы выходили. Я строю планы. Без нас. У вас нет шансов? Неужели? Вы лысеете. Разве? Я не заметил. Сколько вам? 46? Вы так и выглядите. Годы вас не красят. Сегодня утром я внимательно разглядывала себя в зеркало. Я заставила себя отметить каждую морщинку, оттяжелевший подбородок. А затем я взглянула в свои глаза. Вы знаете, до сих пор они мне не нравились, но опыт придал им очарование. Любуйтесь собой. Если бы вы знали, как это очаровательно стоять здесь и ничего не ощущать. Если бы мне сейчас снова было 17. Восхитительно. Когда вы выдали меня за Бертрана, я с интересом наблюдала за вашими отношениями со следующими девушками. Да? Обычно они требовали бриллиантовое жерелье, новую карету или какую-нибудь диковинку. Некоторым было достаточно наслаждения. И никогда любви. Мы оба понимаем, что это единственное, чего вы никогда не могли предложить. Для любви нужно время, а у меня его не было. Когда я узнала, что между нами все кончено, я лежала, корчась от боли, словно мне вспоролю живот, кусая запястье, чтобы не закричать. Потом я собрала свои осколки и вошла в жизнь, которую вы мне навязали. Бертран из хорошего рода. Он образован, богат. И кожа его воняет плесенью. Сухая и затхлая, словно его годами держали в шкафу. Найдите другого. Благодарю вас. Мне когда я ценила страну. Теперь я предпочитаю ничего не чувствовать. Сколько сладостно стоять здесь. Это восхитительно. Очаровательно. КОНЕЦ ВЕРСАЛЬ ВЕРСАЛЬ Что? Я вспомнил. О чем? Об одном скучном обеде в Версале. В честь датского короля. Что за лицо? Маленький, надутый. Вылитая белка. С фальшивыми зубами. И шепелявил. С вашего соглашения я хотел бы обшудить шены на щеледку. Вы были в голубом. Бедный король. Когда мой сын был маленьким, я водила его к морю. Он мчался по пляжу, словно стрела, отбрасывая из-под ног кучки песка. Никаких мостов, замк, крепостей. Только смешные маленькие кучки. Моя жена не отвечает на письма. Мне сказали, что она изменила имя нашего сына. и запретила говорить ему обо мне. У него была такая славная маленькая попка. Я хочу еще одного ребенка. КОНЕЦ КОНЕЦ МОЛОС КОНЕЦ 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 Продолжение следует... В вашей постоянной резиденции все готово. Прошу вас как можно скорее приготовиться к отъезду. Разумеется. Должен заметить, что не только вы, но и ваши люди разъезжают по острову без эскорта. Неужели? Да. Генерала видели одного в городе. А еще на пляже. Он коллекционирует раковины. Я смею считать себя человеком цивилизованным. Я с великим сожалению был бы вынужден окружить вас гвардейцами. Я скажу ему, чтобы он увлекся чем-нибудь другим. Почему бы не разрешить вам передвигаться без сопровождения при условии, что вы не будете удаляться слишком от дома, скажем, в радиусе 5 миль. Вы очень добры. Интересно, как вы проводите время. Сплю, читаю, наблюдаю за птицами. Могу я предложить вам свои услуги? Может, прислать вам книги? Благодарю. Я предпочел бы Библию. Никогда бы не подумал, что вы религиозны. Мне нравится любовная лирика. У этих ветхозаветных парней есть чему поучиться. Продолжение следует... Позови генерала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кто тебя бьет? Твоя мать? Самое смешное из человеческих чувств Чувство жалости к себе Вытри нос Я был младше тебя, мне было 10 лет Когда меня впервые отослали учиться во Францию Такую даль, одного Я был одинок, застенчив, непослушен Прекрасная мишень для насмешек И первое, в чем я поклялся себе Никогда не позволять унижать себя У вас странные глаза Я никогда никому не верю Разве только если в человеке есть что-то необычное Куда они хотят меня переселить? Это далеко? Покажи КОНЕЦ Ты там была? Ваши камни Когда вы впервые заметили головокружение? Недавно А боли? В голове, груди, ногах Это ужасно Следите за моими пальцами КОНЕЦ 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 Я верю в себя Я верю в себя Растягните сорочку КОНЕЦ 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 Я люблю ее Как музыкант любит свой инструмент Глубокий вдох Благодарю Благодарю Я предпочитаю тех, кто заботится о благе народа Род понятия не имеет, что ему во благо Ложитесь Так же, как и большинство власть имущих Поверьте мне Мой отец был советником Министерства иностранных дел Моя мать Дочь посла Я рожден в очреве монстра Вы должны холить и лелеять меня Вам снова есть против чего бунтовать Вы сможете обойтись без алкоголя и табака? Власть с каждым днем становится все более многоликой А что если мир завоюет машины и миллионы безликих ничтожеств будут решать судьбы человечества? Что вы будете делать тогда? Поднимите новую революцию против шестеренок Какого вы мнения о мадам Бертран? Она вам нравится? Вы любите испытывать людей А вы ждете, когда колокол даст трещину, чтобы ударить в него Ваш знаменитый пациент жалуется на недомогание? Да Притворяется Возможно Он вряд ли сможет переехать в горы Сложно иметь дело с живой легендой, но с мертвой еще хуже Я хочу, чтобы он переехал Лондон заявляет всему миру, что о нем проявляет исключительную заботу Хватит Я его тюремщик Я хочу, чтобы он ехал Так безопаснее Вы везете Пришло время поговорить на чистоту Вы ведете себя непозволительно нагло Вы пятнаете мундир До поры до времени я терпел ваши выходки Не думайте, что из-за ваших связей Детьев и двоюродных братьев Всю свою жизнь я был обойден почестями Я делал всю работу А почести, привилегии, теплые местечки и повышения Падали на них, словно спелые яблоки А здесь распоряжаюсь я и никто Ничто и никто не сможет встать у меня на пути Посмотрим, кто кого переупрямит Даю вам неделю Вы дадите разрешение на переезд Я пришла в гости Я занят Я подожду Субтитры создавал DimaTorzok Простите Зачем вы это делаете? Отвратительно Отдай Я сказал, отдай Бессмертное Что бессмертное? Любовь Какой она была? Жозефина? Дорогостоящий Когда мы поженились, она думала, что богат я А я, что она Когда вы думаете о ней Что вы вспоминаете? Гордость Удивительную гордость Она держалась так, словно дарила своим присутствием Что с вами? Что с вами? В чем дело? Ничего Вы здоровы? Когда я вернусь в Париж, ты приедешь ко мне Ты повзрослеешь Станешь холодной красавицей в желтом, словно солнечное сияние Ты пройдешь большой зал И поднимешься по лестнице Какая жалость Ты не увидишься с королевой Она не пожаловала сегодня ко двору Собачка заболела Отвратительное создание Ну, раз ты здесь, надо подыскать тебе супруга А кинь взглядом все это Пышное сборище и скажи, кто привлек твое внимание Вон тот Фиг какой франк Только и знает, что за юбками уеваться Если хочешь сделать действительно блестящую партию Выбери вон того Да в нем жизнь еле теплится Он похож на покойника Зато ему принадлежит половина виноградника в Бургунди Скоро ты станешь богатой вдовой И каждая собака в Париже будет выть с твоего голоса Графы, князья, герцоги Все они будут у твоих ног Ты себе нравишься? Нет Будь собой Добивайся того, чего хочешь Никому не позволяй подчинять себя Неужели правда Что в Сирии вы отравили своих солдат? Какое право вы имели сказать, что я убил людей в Сирии? Но ведь это правда Вы обвиняете? Отлично Факт Во время битвы за Агру мы голодали, ели верблюдов и лошадей Факт Когда я был вынужден отступить, у меня не осталось ни единой клячи Факт У турок есть очаровательная привычка калечить пленных Что же мне было делать? Оставить своих людей на поругание врагу? Это был акт милосердия Это было убийство Разве всегда есть возможность выбора между добром и злом? Иногда есть лишь выбор между большим и меньшим кошмаром Я сделал Париж центром культуры Ограбив Вену Присвоив картины Венеции Сорвав бронзовых коней с собора сведого Марка Я основатель новой конституции А ваша тайная полиция просматривала почту Бросала в тюрьмы представителей оппозиции Я открыл школы для детей-бедняков И пополняли ими армию Когда я пришел к власти, Франция была нищей страной Я сделал ее величайшей державой мира И истребили 2 миллиона ее сынов 9 тысяч под Аустерлицем 400 тысяч в Германии Полмиллиона в России Вы не глупы Значит, это наивность Вся ваша карьера смердит трупами Любой глава государства вынужден совершать поступки Которые простого человека привели бы на плаху Вы не вправе судить меня по законам мирного времени Вы ведь не судите крестьянина за убийство свиньи Пытаясь судить меня, вы судите народ Крестьян, кормивших мою армию Рабочих, сделавших мои пушки Солдат, вставших под мои знамена Хорошо Ты сам пошел воевать или тебя заставили? Я не мог дождаться, когда надену мундир Ты пошел за мной из любви или из страха? Из любви? Доброе утро Здравствуйте Он не смог встретиться с вами в обычном месте Он работает Я должен доложить, что виделся с ним Разумеется Доброе утро Доброе утро В конечном итоге я так и не смог понять, как с вами обращаться Простая вежливость? Весьма интересно Я знаком с одной женщиной В Лондоне она красавица Замужем за важной персоной Ее муж богат, удачлив Вы не поверите, но она взяла в любовники заурядного Не особо привлекательного молодого человека Я был выражен Я спросил ее, почему, зачем? Зачем, спросил я И что она ответила? У него есть для меня время Покатаемся верхом? Да, если хотите Я ведь не настаиваю Я понимаю Боюсь, что он занят И будет занят весь день Нет смысла ждать Я подожду Твои родители знают, что ты здесь? В Париже так одеваются? Так одевались, когда я уезжала Теперь не знаю Он часто лжет Как другие мужчины Он похож на остальных Ты думаешь, что хитрость Привилегия мужчин? У женщин я вижу ее с пеленок Вы давно с ним знакомы? Тогда я была твоих лет Какой вы были? Невинный Тогда это еще не вышло из моды А каким был он? Разве тебе больше не о чем поговорить? Ты милое дитя Только умываться надо почаще ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА